«Если вы не платите за продукт, вы и есть продукт». Мне нравится эта цитата. Она заставляет задуматься над тем, как реально работают социальные сети. Как они используют мою информацию. Как они следят за всеми моими действиями. Почему после моего пребывания в сети мне попадается реклама того, чем я интересовался. Как это отражается на здоровье. Возможно, уже некоторые заметили, что не очень хорошо. Это влияет на ваш сон, может даже на отношения. В сегодняшнем видео мы поговорим о негативных последствиях. Как использовать Facebook в свою пользу, если нужно уйти из него. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что вы можете ответственно пользоваться Facebook. Я сам хакнул систему в каком-то смысле. Я расскажу, как я это сделал за несколько секунд. Я использую закладки. Я использую онлайн-связь, чтобы общаться с семьей, когда приходится путешествовать по миру. Однако есть и темная сторона. Не всегда общение в Facebook нас сближает. В большинстве случаев, наоборот, разделяет. Достаточно взглянуть на последние выборы. Вы не увидите, что у кого-то поменялось мнение. Наоборот, люди объединились в племена, прекращая общение со знакомыми, с семьями, чьи политические взгляды отличаются. Также происходит сравнивание вашей семьи в быту и картинок идеальных семей. И вы такой, о господи, я полный неудачник. Потому что моя жена не выглядит так, и мои дети не ведут себя, как на этих семейных фото. Это заставляет нас переживать. И тут проявляется реальный негатив социальных сетей, и вам нужно признать это. Так давайте поговорим, как вы сможете хакнуть Facebook. Первый совет, как хакнуть Facebook – выключите уведомления. Это касается всего на вашем телефоне. Я призываю вас ставить телефон на беззвучной. Выключайте его, когда вы его не используете. Чтобы не позволить сообщениям и приложениям забирать ваше внимание. Мы считаем важным, когда кто-то упоминает нас. И мы хотим сразу на это посмотреть. Не совершайте это ошибки. Потому что с каждым повторением у вас разовьется зависимость. Вы будете проверять свой телефон каждые пару секунд. Даже когда не будет никакого сигнала, вы с надеждой будете ждать. Избегайте этого. Второй совет. Установите настройки на максимальную приватность, чтобы никто не мог вас отмечать на фото. Я знаю, что многие хотят, чтобы их отметили. Чтобы посмотреть, как хорошо получились на фото. А как насчет того, чтобы не разрешать им отмечать вас? Вы не облажаетесь, если не будет ссылки на вас. Как насчет того, чтобы левые люди не добавлялись к вам в друзья? Да, хорошо, когда незнакомая привлекательная девушка добавляется к вам в друзья. Но что хорошего, если вы женатый мужчина? Будьте аккуратны с такими подкатами. Просто установите настройки приватности на максимум. Третий совет, как хакнуть Фейсбук. Отпишитесь от ненужных друзей в сетях. Я знаю, это звучит невероятно жестко. Но взгляните в лицо реальности. У вас есть настоящие друзья в Фейсбуке. Если у них что-то произойдет, вы проедете через всю страну, чтобы им помочь. Если понадобятся деньги, вы им переведете. Если у них кто-то умер, вы проведете всю ночь на телефоне, поддерживая его. И есть те, которых вы даже лично не знаете. Как они вообще здесь оказались? И зачем? Если у вас одна тысяча, две тысячи друзей, где-то от 50-70% вы можете избавиться. А как определиться? Просто проведите тест на день рождения. Фейсбук дает нам знать, у кого когда день рождения. Если вы не будете поздравлять этого человека с днем рождения, тогда вам стоит его удалить. Четвертый совет, как хакнуть Фейсбук. Избавьтесь от всей ненужной информации. Как избавиться от бесполезной информации? Сперва осознайте, что большая часть информации уже бесполезна. Будьте разборчивы в своих подписках. Чтобы не видеть выходки некоторых людей, просто отпишитесь от них. Я так и делаю. Мне не нравится, когда постят ультраполитические посты, слишком много кошек или вещи, от которых они фанатеют. Но если честно, мне это не интересно, и я просто отписываюсь. Не всегда удаляюсь друзей, а просто отключаю показ их постов. Чтобы новостная лента была в порядке. Начните потихоньку, и вы удивитесь, что вы наконец-то увидите профили, о которых даже не слышали, но они вам будут интересны. Так и насчет рекламы. Вы можете нажать кнопку, что продукт вам не подходит. Или даже оскорбительно. Контролируйте информацию, которую вам показывают. Контролируйте информацию, которую вам показывают. Пятый хак. Меняйте свой пароль часто, и не храните его на вашем устройстве. Используйте случайные буквы и числа. Это не только повысит безопасность. Но и когда вы возьмете телефон, когда поменяли пароль на компьютере, вы будете его вспоминать. Ведь вы вводили рандомные символы. Снова нужно восстанавливать, снова искать. Где он записан, потом вводить. Слишком много работы. Вы отложите это дело. И угадайте, что? Вы не будете залипать в него. Этот маленький барьер достаточен, чтобы остановить вас. И вы будете проводить меньше времени в Фейсбуке. Шестой хак, как проводить меньше времени в Фейсбуке. Удалите приложение с телефона. Телефон везде с вами, и будет меньше соблазна зайти в соцсеть. Забавно, когда удаляешь приложение и вспоминаешь о нем только через несколько дней. Да, это тоже барьер. И может быть, вы захотите снова его установить. Я понимаю, что некоторым деловым людям нужно это приложение для решения дел. Но я считаю, что большинству достаточно воспользоваться ноутбуком. А не телефоном, когда вы гуляете в парке с детьми. Седьмой хак, как проводить меньше времени в Фейсбуке. Это аутсорсинг. Да, предоставьте это специализированным компаниям. Людям, которые используют соцсети, чтобы раскручивать группы, страницы для определенных компаний или начинающего бизнеса. Вы хотите тратить свое драгоценное время на это? Это лучший способ его потратить? Вы можете найти людей с невысокой оплатой по всему миру. Для управления вашим Фейсбуком, других соцсетей, Инстаграмом. Да, вы можете утверждать, что они будут справляться не так хорошо, как вы. Но если вы начинаете свой бизнес, догадаетесь. Первое, на чем вы должны сфокусироваться, так это на развитии самого бизнеса. Зачастую это не зависит от соцсетей. Используя аутсорсинг, вы посвящаете себя повышению стоимости вашего бизнеса. Но также и развиваетесь и в соцсетях. Все, о чем я сейчас говорил, были лайфхаками, чтобы он прогнулся под вашей волей. Но теперь поговорим, если справиться с ним не получается. И вы говорите, Антонио, я не могу следовать советам, Фейсбук негативно на меня влияет. Я плохо сплю, я постоянно проверяю оповещения, я зависим от этого. Тогда я вам порекомендую просто уйти из него. В описании к этому видео я оставлю ссылку, кликнув по которой, вы попадете на страницу в Фейсбуке, где вы сможете удалить свой профиль. Если вы серьезно настроены, вперед, почему нет? Это не самое худшее, что может случиться. Но вы можете создать новый профиль. О, это ли не отличная возможность быть более разборчивым в друзьях, на кого подписываетесь и с кем переписываетесь? И тогда все может встать на нужные рельсы. Я видел людей, которые уходили и возвращались. Но я также видел и тех, кто ушел и говорили, что их жизнь стала гораздо лучше. Потому что я не получаю приглашения на вечеринки, на которые в жизни бы не пошел. И я нашел людей, которые действительно обо мне заботятся. С которыми у меня настоящие отношения. Которые могут мне позвонить, написать смс, прислать письмо и имейл. Итак, вам нужно принять верное решение. Я хотел бы прочитать в комментариях, друзья, что вы думаете о подобных видео. Это непривычный стиль. Но я считаю, что это влияет на деловые отношения. Как мы чувствуем себя. Поэтому я говорю об этом. Как и моему другу Чаду, я советую вам выйти из Фейсбука. Ведь даже если вы вернетесь, вы станете более сильным человеком. На этом все, друзья. Берегите себя.